Сама, то я так понимаю, что это тоже корпус делюкс, только очень какие-то маленькие балкончики. Посмотрите мое видео, я снимала раньше наш делюкс номер, у нас намного больше. Ну, по крайней мере, балкон, не знаю, как комната, но балкон у нас намного больше. И тут, говорили, лучше не оставаться именно в корпусе над спортзалом, потому что в дневное время тут пахнет едой. Ну вот, идем дальше. Обходим территорию с этой стороны. С правой стороны, если стоять, лицом к рецепшену. За нами едет трактор. Не знаю, зачем оно, видно, он один из строителей. Я так понимаю, что это мини-гольф. Детская площадка с левой стороны. Для детей, я думаю, что с утра и летом, потому что, ну, очень много всего. И батуты, и горки, и лазилки, и всего-всего-всего. И везде мы видели, заметили несколько Missy Kids Club. Несколько на территории есть. Один в мегабаре, и второй вот здесь. Аквапарк для деток и аквапарк для взрослых. Лежаки все сейчас закрыты. Вот очень интересно, лежаки закрыты от пыли, а бассейны сейчас не чистят. Бассейны подойдем поближе, покажем, какие они грязные. О, видите, даже там пыль, наверное, стряхивает с этих пленок. Ну, видно, может, потому что не актуально, что в бассейнах никто не плавает сейчас. Сейчас подойдем сразу за аквапарком. Подойдем, где летом проходят дискотеки. Сцена. Можем зайти, да, посмотреть аквапарк изнутри. Видите, какая вода зеленая? Катя, иди купайся. Спасибо. Нет? Ну, давайте, тогда выходим. Катя купаться не хочет, тогда выходим. Смотри, как прикольно, даже душ у них есть, простой душ, и как с ведерка выливается, классно. Так, подходим с этой стороны. Что у нас тут есть? Тут, как понимаю... Да, вот там даже написано диско. Сразу давайте зайдем через вход. А что там? Там, наверное, уже все, другая территория другого отеля, я не знаю. Так далеко мы не дошли. Неделю отдыхаем, и мы просто не успели. Так, диско. Заходим. Я так понимаю, что бар. И тут, где происходят дискотеки. Кстати, смотри, даже афиши еще остались какие-то. Ну, да, это на берегу моря. Да, я так понимаю, что там другой отель, потому что там какой-то южный запад. Идем дальше. А, да, там, кстати, да, я читала воздуш. Тут есть даже синема, типа кинотеатр. И везде... Сейчас начинаем. Смотрите, везде есть... Везде есть еда. Фудкорт. Стрит-фуд, вафли, чуррос, донат, бейкери-продакт, сэндвичи, фреш-фрут. Все очень так разнообразно и богато. Ну, даже при зимней концепции мы не успели попробовать вообще какой-то даже, я не знаю, Кать. Сколько ты успела попробовать? Я даже 10% не успела попробовать. Поплакать все. 16 градусов сейчас показывает. Я ему говорила, что очень так... 3 часа дня, 18 декабря. 3 часа дня, 16 градусов. А вот зачем трактор ехала на море. Сегодня мы подходили к морю, собирали ракушки в камушке, фоткались. Катя хотела сделать классную фотку, упала в море, а я тормозила, не успела сделать фото. А так бы с вами поделилась. Тут понтон. Летний. Все, он сейчас забран. Чего-то не копает. Не знаю, почему. Не, зачем они копают. А тут они что-ли? Не, я не знаю, на чём они копают. Но когда мы подходили раньше, ничего такого не было перерыто. Так, вот тут вот туши. Проходим дальше. Подойдём, Кать, к этому бассейну. И пойдём туда-то там дальше покажем. Очень много разных фотолокаций. Смотрите, вот допустим, сейчас вот с левой стороны будет перевёрнутое мороженое. Классно, правда? А тут лестница, и на каждой ступеньке написано, сколько калорий вы сожгёте, если вы пробежите. И на этой лестнице мы шли, и там переход к соседнему корпусу. Вот там вот тоже разные донатсы. На стенах тут тоже, смотрите, как классно. Мальчик сидит голубей кормит. Не знаю, видно или видно. Так, идём дальше. Видите, там вдалеке, я не знаю, видно. Вот там вот крылышки ангела можно сфоткаться. Вот такие. Таких два медвежонка. И там, как мы решили, с пальмы... Не, пойдём, подойдём лежать, надо показать. Вот это тут детская площадка, детский колл-парк. Тут вот эти крылья ангела. Если не совсем ангелы, как мы, то всё равно подходите, фоткаетесь. Никаких отдельных плак за это не взнимается. Будите ангелом. А вот тут вот мы решили, что это падающий аниматор. Комментарии разные там на инстаграме были, на фейсбуке, что... Типа, почему мы его наказали? За то, что он плохо пел или плохо танцевал? А мы решили за то, что он разрешил нам уехать. Вот. Жди нас там, пока мы не приедем обратно. Так, ну и идём дальше. Там, напротив, находится спа-салон. Корпус, я думаю, что там стандартные номера. И доктор там находится. И там вот главный корпус. Тут вот клубные номера. Посмотрите, видно вам? Снимается, выбивается буквально всё. Окна, стены. Потому что, насколько я понимаю, до этого была реновация произведена везде, но только клубные номера оставались старенькими. И люди советовали там не оставаться, потому что немножко был запах сырости. Но я думаю, после этой реновации там уже нет шанса остаться. Смотри, какое дерево классное. Хотела сказать, нет шанса остаться запаха сырости. Но увидела дерево и забыла. Смотрите. Обалдеть, как красиво. Красота. Интересно, как она называется? На орхидею похоже. Да, Кать? Ну, очень красиво. Давай, идём дальше. Мне кажется, скоро батарейка сядет. В смысле, не у меня, а у GoPro-камеры. У меня бы, наверное, ещё на недельку осталось бы, если бы мы тут остались. Кать? Ещё бы осталось батарейки. Мы, кстати, сдавали ПЦР-тесты, чтобы прилететь в Англию. Надо было сдать тесты. Мы их сдавали. И вчера так наши мнения разделились. Что бы было, если бы мы оказались положительными? Кто-то из нас расстроились бы мы или обрадовались? Мы спросили на guest relation, какая ситуация. Нам сказали, что если вы, если приходит положительный ПЦР-тест, вас просто переводят в другой корпус, вы остаётесь в этом же отеле и платите 60 евро за сутки. Всё включено. Питание, напитки, алкоголь. Всё включено. 60 евро за сутки. Ну, а дальше уже, как у вас там с вашей страховой компанией? Есть у вас страховка? Нету? И какая страховка? Плачет вам это или нет? Так, где мы сейчас пойдём? Там мы уже были. Давай пойдём через эту сторону. Покажем ресторан и подойдём ещё к тому бассейну. И подойдём к корпусам Luxury Swimap. Тут, я так понимаю, что летом ресторан на ресторане. Всё, оно закрыто. Сейчас только стоят палеты с водой. Да, кстати. Сказала про воду, вспомнила про напитки. Напитки в баре. Зимняя концепция очень отличается от летней. В зимней концепции из импортных напитков, из виски есть только Ballantines и Kentucky, по-моему. В летней концепции он меня называл, я точно помню, Чива с Регал есть. Ветней концепции от первых порой. RAB Продолжение следует...